Продолжение следует... 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 Если вы вспомните свою школу, когда у вас появлялись степени, у вас на самом деле была похожая работа. Вы сначала говорили, что у вас есть натуральные степени, произведения нужного количества экземпляров, и это было просто. После этого вы начинали определять отрицательные степени вот таким образом. Тогда еще об обратившемся по умножению вещественных числов вам никто не говорил. А когда вы определяли рациональные степени, понятно, что вот такого рода степени, рациональные, они начинаются с того, что вы пытаетесь определить вот такую вещь. И А в степени 1СТ изначально на школьном языке у вас определялось так. Это такое, не важно как, такое, что К в степени С равно А, а К в степени С это уже результат возведения натурального степени. То есть даже на уровне школьном, я, к сожалению, не помню, когда сейчас появляются квадратные корни, ну, пусть, скажем, в пятом классе, да, даже на уровне школьном это не падает с потолка, это выстраивается вот такая вот последовательная конструкция. Ну, потом, когда появляются показатели степени нерациональные, все становится чуть хитрее, ну, это уже вопрос такой, выходящий из-за рамки того, что мы обсуждаем сейчас. Ну, вот, собственно, примерно такая история. Примерно такая история. Так, что-то еще? Какие-то еще вопросы? Значит, если нет, то тогда с вами сегодня продолжим говорить о том, что делаем не за справлением ошибок, но теперь мы с вами будем делать это со следующим прицелом. Очень бы хотелось все-таки иметь возможность, ну, вот, считать поменьше. Решение линейной системы на поле учитов, это не то, чтобы не посильная задача, ну, в общем, уже некоторое количество раз это проделали. Но в целом, если есть возможность попроще сделать, то вроде и то. Так вот, оказывается, иногда можно. Давайте начнем с мелочей. Мелочь будет выглядеть в следующем уровне. Давайте возьмем, наверное, самый часто встречающийся алфавит. Алфавит, состоящий из нюансимулов. Ну, давайте я возьму ноль и единичек. И давайте я возьму в этом алфавите слова нюни М. Сколько всему таких слов? Четыре. Сколько у меня может быть слов в имя н в алфавите этих двух символов? Н, наверное, не сегодня. Н, второй? А, нет, неожиданный ответ. Ладно, давайте рассуждать. Н. Вот у меня места, на которые я буду ставить бутылочки. Сколько у меня есть вариантов поставить бутылочку на первое место? А, два в степени, а два в. Два в одной. Можно дальше объяснять. Да, для каждой буквы два варианта поведения. Причем, поскольку эти варианты поведения независимы друг от друга, условно говоря, каждая первая буква может соответствовать каждая вторая, каждая третья и так далее. То два в степени. Через некоторое время, когда мы перейдем к комбинаторике, это глубокая мысль, в частном случае принципу умножения, вот, ну, мы с вами потихонечку начинаем подкидывать камешки, из которых слов вы видите, которые потом поведены. Замечательно. Итак, представьте себе, что вот у меня есть, значит, два в степени n слов, и я хочу уметь исправлять, ну, хотя бы одну, ровно одну ошибку, да, не более, чем одну ошибку. Мы с вами в прошлый раз обсуждали ту реальную доставочную мысль, что если я хочу уметь исправлять одну ошибку, то два разных сообщения, переданные с одной ошибкой каждая, должны продолжать быть разными. Мы с вами это формулировали так. Вот у нас есть сообщение, в котором не было ошибки. Допустим, это сообщение из n букв. Это значит, что я в каждой из букв могу сделать ошибку. Соответственно, получается такой шарик. Ну, собственно, это не шарик, только его радиус дается в терминах расстояния Хемминга. Да, мы с вами в прошлый раз определили расстояние Хемминга между двумя словами одинаковой длины, как количество битв, которые из этого слова отличаются. Соответственно, вот получается такой шарик. И если я хочу уметь раскодировать мое сообщение так, как будто ошибки не было, мне нужно, чтобы два шарика с разными центром не пересекались. Правда? Если вдруг они пересекутся, ну, как я определю, где именно я живу? Соответственно, вот давайте посчитаем. Я обозначу через V с индексом 1 шар радиуса Хемминга с центром в каком-нибудь слове. Давайте в слове Альфа. Шар радиуса Хемминга 1 с центром в каком-нибудь слове. Ну, на самом деле, мы, конечно, на этот вопрос уже ответили, но тем не менее. Сколько элементов, ну, если хотите, каком будет объем этого шара в терминах? Количество слов. Мне нужно уметь отходить от моего слова на один. Сколько будет входящих элементов? Так. Дорог, слово длины 5. Во-первых, понятно, что в шаре находится само слово, как это, да, в центре. Это 0 ошибок. А сколько у меня есть вариантов сделать одну ошибку? Естественно, я в каждом углу могу ошибиться. Соответственно, всего в этом шаре n плюс один элемент. Само исходное слово и n вариантов слова с одной ошибкой, да? Замечательно. Так давайте же посмотрим, а сколько я таких шаров могу напихать в свое пространство. Ну, понятно, сколько. Берем количество элементов пространства и вообще и делим на льду с этой. Вот эта вот оценка. Вот эта вот оценка в русскоязычной литературе называется оценка Хэминга. Количество различных катаграмм, которые я могу передать так, чтобы мне потом удалось расшифровать сообщение, оно оценивается сверху вот таким вот числом. Значит, давайте-ка мы с вами введем в обозначение, давайте я нарисую С. Ну, предполагайте, что эта буква С красивая, лично у меня она не очень красивая, но вот такая петелька сверху будет означать, что мы будем отличать С большой от С маленькой. Вот это значит будет множество катаграмм, которые можно передать. Так вот, количество этих возможных катаграмм как раз оценивается сверху вот такой величины. Понятное дело, что нам с вами выгодно иметь возможность напихать в пространство как можно больше. Ну, самый лучший вариант – это когда здесь достигается равенство. вот в случае, если эта оценка становится точной, это называется граница хрена. Здесь есть забавный нюанс, нюанс заключается в том, что если вы будете читать соответствующую литературу по-английски, там одно и то же слово. Вау! Ну, вот в русском языке прижилось оценка, если не равенство, и граница, если равенство. Ладно. Как прижилось, так прижилось. Замечательно. Но, чтобы вот это число было целым, нам с вами требуется, чтобы 2n делилось на целом на n плюс 1. Ну, для того, чтобы степень двойки на что-нибудь делилась. Это что-нибудь тоже должно быть степень двойки. Поэтому нам потребуется, чтобы n плюс 1 было равно какому-то 2 в степени n. Ну, из этого очередного зацепляем, что для того, чтобы граница Хемминга достигалась, нам с вами нужно, чтобы n имела вид 2 в степени n и 1. Вот если показатель степени n вот такой, тогда мы с вами сможем все пространство bn разбить на такие вот непересекающиеся шары радиуса Хемминга 1, центр каждого шара. Это и есть кодограмма, которую мы можем передать. Ну, а то, что ее окружают, вот эти вот слова, которые отвечают на единичку, это как раз те самые слова с одной ошибкой. Ну, хорошо. Хорошо. Граница Хемминга достигается не всегда. Мы с вами в прошлый раз разбирали пример, когда она достигается. Давайте его вспомним. Если я возьму b3, тогда все было очень просто. У нас с вами наше пространство b3 распадалось элементарным образом на два шара. А шар с центром в точке 0,0,0 и шар с центром в точке 1,1,1. Что вот здесь граница Хемминга достигается? Привести пример ситуации, когда граница Хемминга не достигается очень легко, достаточно взять точку. Более того, то, что в случае b4 равенства не выполнено, это очевидно. Ну, потому что 2 в 4 на 5, конечно, на целом не поделится. Самое смешное, что там даже оценка Хемминга оказывается не точна. Если пользоваться оценкой, количество шаров, которое можно сюда напихать, должно оцениваться сверху. Ну, соответственно, целая часть этой штуки, это каждая с 3, правда? Так вот, в b4 даже 3 непересекающихся шара радиуса 1 напихать не получится. Пожалуйста, проверьте это самостоятельно. Значит, проверьте самостоятельно, что в случае b4, в случае слов из 4 битов, там, где оценка Хемминга вроде бы говорит, что ну 3-то шара, наверное, могут влезть. Так вот, оказывается, не могут. То есть оценка Хемминга – это настоящая честная оценка сверху. Иногда в большей безопасности. Хорошо. Значит, ну, я еще раз повторю, нас с вами будет начисовать самый плотный вариант. Вариант вот такой, когда мы можем напихать в пространство, я бы даже сказала так, разбить все пространство на попарно-непересекающиеся шары. Сейчас мы с вами убедимся, что если граница Хемминга достигается, то это всегда можно сделать. Причем это можно сделать хорошим. Хорошим – это значит удобный способ. Итак, я хочу иметь возможность, во-первых, легко проверить, была совершена ошибка или нет. А во-вторых, я хочу иметь возможность легко исправить ошибку, если она была. Для этого мы с вами сделаем следующее. Давайте мы с вами построим матрицу. Ну, вообще говоря, она называется, конечно, матрицей. Которая будет вести себя следующим образом. Она будет как-то детектировать, во-первых, наличие или отсутствие ошибки, а во-вторых, понимать, как эту ошибку действовать. Заметьте, коллеги, пожалуйста, это две принципиально разные задачи. Определить, была ли ошибка – это один вопрос. Исправить ошибку, если она была, – это совершенно другой вопрос. Ну, матрица – это очень хорошая вещь. Матрица – это форма представления линейного оператора, да? У вас ведь уже были линейные операторы? Тогда вы хорошо знаете, что такое ядро линейного оператора. Что это такое? Это линейный образ, который к нему. Это множество векторов, которые обращаются в ноль под действием оператора. Совершенно верно. Так вот, давайте мы с вами, давайте мы с вами устроим хэш-матрицу следующим образом. Пусть, если мы берем кодограмму, в которой не было ошибки. Так, давайте мне очень леем каждый раз писать хэш. Давайте я губой аш обозначу хэш-матрицу, хорошо? Так вот, если я беру кодограмму, в которой не было ошибки, пусть она лежит в гидре оператора. Это отличное свойство. На самом деле, коды с такой характеристикой называются линейными. Можете где-нибудь записать себе, что код называется линейным, если кодограммы образуют линейное пространство. Код называется линейным, если кодограммы образуют линейное пространство. Тут очень удобное свойство. Например, сумма двух кодограмм, тоже кодограмма. Код называется линейным. Если кодограммы образуют линейное пространство. Обратите внимание, здесь нам даже доказывать придется, что это так. Наши кодограммы это ядро линейного оператора. Ядро линейного оператора в себя. Включаем. А что будет, если ошибка все-таки была? Давайте подумаем. Итак, коллега, вот у меня есть множество ВМ. Давайте я введу на нем структуру векторного пространства. Понятно, что это будет завекторное полу векторного пространства. Что это будет завекторное пространство? Это будет векторное пространство, которое на самом деле Z2N. У нас с вами будет введено сложение по модулю 2, простите. И умножение за число. Ну, когда пространство состоит из нуля и единицы, умножение, в общем, что на ноль, что на единицу. И очень интересная вещь. Да, ну сейчас есть векторы. Компоненты этих векторов нуля и единицы. Мы можем складывать вектор, сложение у нас по модулю 2. Ну, и мы можем умножать, но умножение в Z2 это не учить. Так, коллега, какие-то вопросы? Вы как-то так озадаченно на это смотрите. Что у вас случает? Или просто слишком быстро? Нет, это такая прекрасная тема, поэтому меня может унести. Если станет быстровато, вы меня просто придержите. Я постараюсь поменялись. Итак. Итак. Ну и давайте введем стандартный базис в этом пространстве. И это будут векторы стандартного базиса. Коллеги, напомните, пожалуйста, что такое стандартный базис? Векторного пространства. Вектор, у которых на этой позиции единичка, а остальные нулевые. Да, вот здесь очень тонкий момент. Особенно, когда на слух кто-нибудь говорит измелочный вектор, кто-нибудь обязательно напишет вектор состоящих из всех единиц. Это очень плохая ошибка, но ее не главное дело. Да, совершенно верно. Стандартный базис устроен следующим образом. Вектор E и D. Это вектор, у которого единичка на этой позиции. и нулевые на всех остальных позициях. Да, совершенно верно. Так вот. Утверждается, что если у меня была катаграмма, и в этой катаграмме была совершена ошибка, это значит, что произошло следующее. К моей катаграмме. Давайте я вот плюсиков к выручке буду обозначать сложение, по-моему, и вам. Да, кто-нибудь, может быть, узнает исключающее или да, это тоже оно. Но кто не узнает, через примерно год познакомитесь плотнее. Итак, коллеги, всем мне понятно, что если ошибка была, причем если она была совершена в италлите, это выглядит вот так. Да? Ну, потому что как можно совершить ошибку в двоичном векторе? Заменить либо ноль на единичку, либо единичку на ноль. Правда? Те координаты, к которым мы прибавили нолики, они не поменялись. А та координата, единственная, к которой мы прибавили в единичку, как раз сменилась на противоположную. Замечательно. Чего же мы хотим от моей прекрасной хошмарки? Вот беру я, значит, хошмаркицу и умножаю ее вот на такую сумму. Умножаем, естественно, тоже по модулю 2. Умножение матрицы на вектор это прекрасная линейная вещь. Поэтому hc плюс h и b. hc равно влюблю. Потому что hc это у нас исходная кодограмма. Это элемент из ядра. А что будет, если я возьму матрицу h и умножу ее на идти вектор стандартного боя? Как будет результат? Вектор на этой позиции будет в назначении. Откаш. Давайте поэтапно. Результат это, конечно, вектор. Да, более того, высота этого вектора. Понятно. Высота этого вектора совпадает с высотой столбца матрицы h. Правда? Но это же будет совершенно конкретный вектор. Какой? Я бы даже задала, точнее, еще вопрос. Как этот вектор, вот это произведение, как оно будет связано с матрицей h? Ну, получается, ит-элемент стандартного базиса заменится на ит-элемент матрицы h. Стоп. Вы только что договорились, что у нас с вами высота столбца результата это высота столбца матрицы h. Вообще говоря, столбец матрицы h и столбец е-и-и-да могут быть разные высоты. Так, ну-ка, друзья, мы. А, В, С, Д, Е, Р. Произвольная матрица. Временно забыли про то, что это матрица хэш или там не хэш, не важно. И я хочу ее умножить, но пусть на первый момент стандартного базиса. Посмотрите, пожалуйста, что будет. Сумма первого стандартного. Ну, в общем, ответ вектор, первое из них, имя которого результата с первого стандартного, а не в очки. Так, давайте начнем с того, что я написала произведение, которое не существует. Да, не существует, да. Что нужно сделать, чтобы это произведение имело смысл? Компоненту добавить, конечно, чтобы иметь возможность убавить, намножить строчку на столбец, да, у меня длина стокина должна быть подразделием столбца. Значит, коллеги, если у вас проблемы с матрицей, кому там надо голову-то отвините, Ивану Константиновичу, да? Да, все, все, хорошо. Нет, не нужно, Иван Константиновичу, хорошо. Так, окей, теперь произведение имеет смысл? Да. Замечательно. Какой высоты вектор будет результат? Кто там не умеет матрицы перемножать, я, конечно, уже спрашивала, да? Если вы перемножаете две матрицы, а столбец это, конечно, тоже матрица, да? То количество строчек у произведения как у первого множителя, а количество столбцов как у второго, правда? Да. Коллеги, я вас ужасно порицаю. У меня практически дым из ноздрей пошел от возмущения. Замечательно. Теперь, пожалуйста, самостоятельно. Попробуйте домножить ту же самую матрицу на второй вектор стандартного базиса, но потом, я надеюсь, вы ответите на изначально заданный вопрос. Что же будет, если я хочу умножить матрицу на итый вектор стандартного базиса, ну, при условии, что это произведение определено, да? Слушайте, у вас же должна была быть куча задача на преобразовании базис-линиевого простанского. Вот итый столбец матрицы. Итый столбец матрицы. Аллилуйя. Умножение на итый столбец стандартного базиса просто выгрызает из матрицы итый столбец. Давайте я даже напишу, что h итая это итый столбец матрицы h. Соответственно, нам с вами выгодно, чтобы итый столбец матрицы h был устроен так, чтобы мы по нему сразу понимали, где была совершена ошибка. Обратите внимание, я, конечно, могу взять итый столбец, честно просмотреть матрицу и посмотреть, с каким из столбцов совпало. Но это все-таки долго. Хочется сделать быстрее. Вот теперь мы с вами подошли к тому, как должна быть устроена кашематрица, чтобы ее ядро – это было множество наших катаграмм, а в случае, если совершена ошибка, результат показывал нам, где эта ошибка была совершена. Итак. Итак. Прежде всего, матрица h. Это будет матрица с l строчками и n столбцами. n – это вот мое пространство, да, в степени n. n – это длина катаграммы. А n – это вот этот параметр. n – это количество контрольных битов. Можно ли вы помните, когда мы говорили про Риту Соломена, я говорила, что там вообще нет разделения на информационные и контрольные биты в коде Хемминга, а мы плавно приближаемся к коду Хемминга. Ситуация принципиально иная. Там как раз четко разделены контрольные биты и биты информационные. Вот эта самая l – вот это вот, да? Это количество контрольных слов. Соответственно, моя h-матрица – l на l. Теперь. Как она будет устроена? А устроена она будет так. И ты – столбец. Мои-матрицы. Это будет число и, записанное в двоичной системе числения. Это будет число и, записанное в двоичной системе числения. Ядро мы обеспечим подходящим выбором кодограммы. А что будет? Если вот это вот произведение оказывается ошитое. Собственно, нам даже не надо смотреть какой это столбец. Достаточно посмотреть, что у нас здесь за число. И это самое число – это будет номером того бита, в котором мы ошиблись. Ну, остаётся отметить, что если ошибка была, мы с вами говорили, что если ошибка была, то она выглядела вот так. Чтобы её исправить? Чтобы её исправить? Ну, понятно, что если говорить совсем примитивно, нужно исправить, нужно инвертировать эту гардинанку, заменить 0 на 1 или 1 на 0. Ну, если записывать более формально, достаточно просто прибавить и ты, столбец стандартного базиса. Давайте посмотрим на пример. Давайте посмотрим на пример. Так, я вот отсюда могу спрашивать. Скорее, здесь я всегда искупываю некую войскость. Двойственность заключается в том, что с одной стороны самый маленький пример писать всё-таки не хочется, а с другой стороны, раз кармливать его слишком сильно, тоже не ахвата. Ну, давайте смотреться. Вот если я возьму, скажем, n равное 7, 7 это у нас 2 в кубе минус 1 подойдёт, да? Соответственно, n оказывается равен дочь. Значит, мне нужно подобрать такое n, чтобы граница Хемминга достигалась. Для того, чтобы граница Хемминга достигалась, мне нужно, чтобы выполнялась вот это условие. Ну, вот я взяла что-то не слишком маленькое, но и не слишком большое. Значит, на самом деле понятно, что если вы хотите строить такие n, то нужно дергать в число n и смотреть, что получится. Если я возьму n равное 1, то им получится тоже равное 1, это скучно. Если я возьму n равное 2, n окажется равным 3, и это принцип голосования, об этом я скажу в самом конце лекции. Значит, коллеги, это, кстати, важно. Если забуду, пожалуйста, напомните мне про принцип голосования. Всё, если я возьму n равное 3, как раз получится вот это. Замечательно. Давайте построим кошмар. Ну, чего, единица. Теперь я не могу в эту часть, потому что стоишь, и ты все кредитативно выписываешь, и ты все пытаешься их не перепутать. Ну, я постараюсь, вы не поможете. Вроде бы нигде не ошиблись. Проверьте, пожалуйста. Но, кажется, не должна была. Да, должны быть числа, единички, то r, записанные как двоичные столбцы. Замечательно. Теперь давайте посмотрим на то пространство катаграмм, которое мы выберем. Здесь есть очень важная идея. Важная идея заключается в том, что, на самом деле, какие катаграммы в центре вершаров обычно просто согласуются заранее. Понятно, с чем это связано? Это связано с тем, что, вообще говоря, барисы гидра можно выпить раз. Ну, вот давайте я сейчас сделаю самый простой выбор. Мне довольно очевидно, что если я выберу в качестве зависимых переменных первую, вторую и четвертую, то у меня, наверное, и все получится. Значит, у меня матрица 3 на 7. Система, которую я здесь не писала, это система от 7 переменных. Соответственно, если я хочу матрицу ранга 3, это значит, что мне нужно выбрать 4 независимых переменных. Ну, вот давайте я выберу х3, х5, х6, х7. Это значит независимые переменные. Давайте выразим зависимое. Х4. Это значит у меня х5-х6-х7. Так, корень, вот здесь я традиционно делаю паузу. Все согласны, как это есть вопрос? А в хэш-матрице нулевого столбца не должно быть? Нет. Нулевой столбец не умеет быть частью независимой системы. Ну, кроме того, все-таки нумерация у нас с единичком. Вот здесь не то чтобы часто, но достаточно часто возникает вопрос. Все понимают, почему вот отсюда появилось вот это? Никто меня не спросит, почему там плюсики, а не уничтожен. Все понимают, что плюс 1 и минус 1 с точки зрения Z2 это одно и то же, правда? Молодцы. Поехали сюда. Я хочу выразить х2. Чему будет равен х2? х3 плюс 6 плюс х7. И, наконец, х1. Х3 плюс х5 плюс х7. Х3 плюс х5 плюс х7. Отлично. Совместно, это означает, что я могу описать произвольный элемент ядра моей кошмарницы. как линейную комбинацию четырех векторов с коэффициентами х1, х2, х3, х5, х6 и х7. Так, коллеги, на всякий случай, можно это написать? Можно и не писать. А вопрос. Да. Почему именно эти перемены у нас не зависит? Потому что так удобно не всегда. Если вы посмотрите на эту маркетину, вы увидите, что если я поменяю строчки местами, то она окажется сразу в верхней треугольной. Да, в принципе, выбор базиса может быть другим. Пожалуйста. Да, другое дело, что у нас в базисе обязательны будут четыре элемента. Понятно? Почему четыре элемента в базисе? Не слышу. Только если примерно. Что? Только примерно. Так. У нас с вами матрица системы от семи элементов. Понятно, почему это так? Матрица ранга клим. Понятно, почему это так? То есть до четырех мы должны такого быть. Естественно. Количество независимых переменных, размерность ядра, это количество переменных вообще минус 1. Соответственно, а дальше? Ну вот первое уравнение выглядит так, что одна из этих четырех переменных должна быть независимой. Тогда надо будет выражаться через остальные три. Учитывая, что шестая и седьмая переменные встречаются довольно часто, мне просто выгодно закрепить независимую червежку. Ну, а остальные просто покатятся. Но, в принципе, еще раз повторюсь, выбор Вайлеса здесь может быть угодно. Хотите мучиться с вычислениями больше? Кто я такая, чтобы обращать вам в жизни, если вы сами хотите ее усложнить? Дело, что будет игровой. То есть выбор Вайлеса не влияет на само пространство. Он влияет на описание пространства, на конкретное координатное представление пространства, которые у нас не есть. Так, еще какие-то вопросы здесь? Значит, если нет, ну давайте все-таки посмотрим, как это будет выглядеть. Смотри, какой производный вектор С? Он же жил у меня в В7. Вот у него было 7 компонентов. 4 независимых параметра. x3, x5, x6, x7. Так, ну что ж, давайте смотреть. Значит, где у меня встречается x3? x3 у меня встречается в координатах первой и второй в обеих коэффициентах материн. Правда? Это значит, что у меня будет 3 единички и 4 нуля. x4 встречается в первой компоненте и четвертой, да? Значит, соответственно, в первой с коэффициентом единица, во второй его нет, в третьей, в третьей независимой, в четвертой, в пятой, в шестой и сомна. Так, x6 встречается во второй и четвертой. Значит, соответственно, в первой нету, во второй есть, в третьей независимой, в четвертой есть, в пятой независимой, в шестой есть, в седьмой независимой. И последняя. x7 встречается везде. Первая, вторая, третья независимая, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Так, ну, давайте проверим, что я нигде не ошиблась. Проверить это относительно легко. Если вот в этих записях я нигде не обсчиталась, то, во-первых, эти четыре вектора не независимы, ну, это более-менее очевидно, а во-вторых, при умножении моей матрицы на каждой из этих векторов должен получаться чисто нулевой столбец. Проверьте, пожалуйста, получается или не получается. Да, не забываем, что мы умножаем по нулю 2, то есть в любой четвертый результат. Так, пока вы проверяете, у меня 5 секунд не берет. Так, коллеги, в всякий случай, если где-то произошло что-то мистическое и непонятное, вы можете спросить. Сейчас мы сорвем вокруг мистики с этой совершенно технической деятельности. Если он есть. Если все не так понятно, ну, тогда хорошо. Можно еще раз как-то заполняли столбцы? Глядя вот сюда. Ну, на самом деле, вот у меня есть столбец, вот этот, да? Сначала я мысленно поставила вместе первой, второй, четвертой компоненты это вот эти суммы, это вот эти суммы, да? А дальше просто разбила вот этот толстый вектор в сумму 4, каждый из которых зависит только от одного из моих независимых парень. Да, то есть я пропустила шаг, когда вместо x1 там было написано x3 плюс x5 плюс x7, вместо x2 x3 плюс x6 плюс x7, вместо x4 и x5 плюс x6 плюс x7. Собственно, вы должны были решать подобные задачи, когда искали базис ядра оператора. Народ, надо подробнее написать? Нет. Не надо. Хорошо. Так. Как там у вас сошлось? Или вы еще считаете, потому что не важно. Или вы не считаете, а ждете, пока я спрошу, чтобы сказать, а не вам время? И получить от меня вот такое замечание. Потому что не нужно верить в происходящие на доске. Нужно понимать происходящие на доске. Это очень большая разница. Ладно, давайте надеяться, что хотя бы кто-нибудь проверил. И раз никто не сказал никакого мяу, значит, я нигде не ошиблась. Если ошиблась, в худшем случае вы это понимаете, да? Можно вопрос? Нам получается нужно каждый столбцов умножить на строки матрицы? Да. То, что мы сейчас нашли, вот эти четыре вектора, это базис ядра вот этого оператора как векторного пространства. Соответственно, базис ядра естественно удовлетворяет определению элемента ядра. Так. Сошлось? Где-то что-то сложилось. Коллеги, на самом деле это важно, да? То есть понятно, что я сейчас не могу всем дать столько времени, сколько нужно. Ну, во-первых, потому что вам всем нужно разное время. Это не потому, что тот, кто проверяет быстрее, там, лучше или умеет, кто проверяет медленно. Просто вы, в принципе, делитесь в этом смысле на спринтерах и стаянах, и это совершенно нормальная история. Вот. Ну, а с другой стороны, все-таки я тоже немножко ограничена по времени. То есть я бы сегодня хотела бы успеть рассказать про код Кеминга вообще все. Соответственно, возможно, тем, кому нужно чуть больше времени, ну, вот его не хватит. Ладно, дома будет такая возможность. Вы, главное, не спускайте это дело на тормозах, потому что я по-моему спрашиваю. Ладно. Итак, чему мы добились? Мы добились того, что мы выяснили, как выглядит список кодограмм. Список кодограмм это в точности ядро оператора. Коварный вопрос. Коллеги, скажите, пожалуйста. Все понимают, почему векторов, которые можно записать в таком виде? 16. Все понимают, почему здесь 16 элементов? Да, вот у нас 4 вектора, которые образуют базис, да? А всего кодограмма 16. Откуда это делось? 2 в 4. 2 в 4. Вот у меня 4 коэффициента, вот они, да? И каждый из этих коэффициентов может быть нулем или единицей. Соответственно, если я возьму все 4 нуля, у меня получит чисто нулевой вектор, который, естественно, лежит в ядре, потому что он лежит в ядре вообще любого оператора. Да, если оператор у нас с вами не выражен, тогда ядро у него тривиальное, состоит только из нулевого вектора. Да? Ну, а дальше я могу брать любые комбинации нулей и единиц. Вот у меня получатся мои 16 коэффициентов. Кстати, коллеги, на всякий случай, если спросить на экзамене, а почему здесь 16, я услышу ответ 2 в 4, я же спрошу, где здесь 2 и почему в 4. и вот если вы не скажете, что есть 4 коэффициента, каждый из которых ведет себя двумя способами, я скажу, что ваш ответ 2 в 4, это ответ из серии нумерологии, а не математики. Я его, конечно же, не приму. У Лема был такой прекрасный персонаж, созерцательный, сиящий, счастливый, который очень баловал своих читателей с инвенцией в духе. Вы думаете, что у меня одинаковое количество глаз и рук, это случайно? Ну, вот здесь что-то по-тоже. Хорошо. Итак, коридори, мы с вами разобрались, я надеюсь, с тем, как могут вылизить катаграммы. Соответственно, после этого, после того, как мы это сделали, после того, как мы это сделали, все оказывается достаточно просто. Давайте я возьму какой-нибудь, какой-нибудь петкорочек, из чертой. Ну, придумайте какой-нибудь петкорочек на САД-7. Один, пять, два. Еще раз? Один, пять, два. Отличный динарный вектор, сатусный. Динарный. Я подумал про З7. Ну, наверное, это приятно иногда подумать о З7. Не могу вам запретить. Но боюсь, что происходящему вообще любому номер цифр. Нам нужен векторот. Да, вот. Сейчас мы сейчас вы придумаете. Вектороте, я попробую выяснить. Один, ноль, сто, одиннадцать. Один, ноль, три, девиночки, пять, три, два, три, надо синий. Ноль, ноль. Ноль, ноль, ноль. Ноль, ноль, один. Ну, давайте, ноль, ноль вроде был раньше. Итак, представьте себе, что я отправила вам фотографию, а вы ее получили. Мы с вами знаем, что ошибок при передаче либо не было, либо она была одна. Это важная гамотка по поводу надежности канала, потому что, ну, если у нас ошибок две, то ситуация будет несколько иная. Я, да, мы немножко успеем поговорить про то, как можно детексировать две ошибки. Ну что, берем адресу и умножаем ее вот на тот вектор. Я не буду выписывать. Правда? Ну, давайте умножать. Вектор получится высоты три. Какая будет первая компонента? Говорят, ой. Похоже на правду. Какая будет вторая компонента? Так, можно вопрос? Да. Что на что умножаем? Матрицу H, матрицу H, на тот вектор, который мы придумали. А, то есть это не Каббала, это H1. H1. Я сейчас здесь утром. Ну, статья называется за передовую маленькую. Покажите мне тамку с одной буквы К. Так, первая компонента нулевая, вторая какая? 1. Так, говорят, нулевая 1, 1. Коллеги, у меня очень время проверять, поэтому... как? Правильно я почти буду произведением? Будем считать, что правильно? Да, правильно. Итак, прежде всего, была ошибка при передаче была. 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 Если бы не была, то вот это произведение, кстати, оно иногда называется синдромом, было бы нулевым. Раз бы нулевое, значит, ошибка была. Мы знаем, что ошибка была одна. В каком бите? В третьем. Потому что это у нас с вами троечка, да? Ну, или что то же самое, третий столбец манула. Соответственно, ошибка была одна, она была в третьем бите. Ну, наверное, мы знаем, какое сообщение было исходное. Да? Ну, потому что ошибиться в одном бите двоечного вектора можно ровно одним способом. Потому что столбец кэш-матрицы, который получился в качестве произведения, это третий столбец моей матрицы. А мы специально делали так, что и-то столбец кэш-матрицы, это число и в двоичной системе числения записано как столбец. Да? 0,1, это что там? 0 на 2, а второе, а второе, а второе, а второе. Первый плюс 1 на 2 на 0. Соответственно, это и есть номер бита, который нужно истраивать. Мы за это бороться. Мы кэш-матрицу вот так построили специально для того, чтобы не встречать столбцы со столбцами. Для этого иногда может придется посмотреть всю матрицу, чтобы не очень интересно. Мне нужно, чтобы ответ сразу был ответом. Ну, подумаешь, в двоичной системе. Перевод это не такая сложная задача, чтобы... Да, наборачиваться в связи. Какие есть вопросы по поводу двоичного хэмерика? Выражение лица вопросом не является. Подрудитесь, пожалуйста, вырезать его словами. Сейчас думаю. Вот мне очень жаль, что камера снимает только меня и не снимает вас. Некоторые вещи вот вам бы так где-нибудь перед выпуском диплома просто нарезать и подарить, чтобы вы посмотрели, как вы проходите за это время. Это действительно очень мило. Не обижайтесь, пожалуйста, довольно забавно. А столбек с этим могла просто выбрать сообщение случайно? Ну, это просто... Значит, смотрите. Это просто сообщение в следующем смысле. Нужно было нам с вами посмотреть, как работает код Хэннер. Да, вот коллега отправил мне сообщение. Придумала и отправила. Я его записала. А дальше... Это уже полученная катограмма. Да, это то, что я получила. У него могло не быть ошибки, а могла ошибка быть, но если она была, то она была одна. Соответственно, синдром произведения хэш-матрицы на полученную катограмму нулевой, если ошибки не было. А если ошибка была, то этот столбец это номер бита, в котором была сделана ошибка. Собственно, мы выяснили, что ошибка была, потому что произведение не равно нулевому столбцу. Ошибка была сделана в третьем бите, но вот мы взяли бит и исправили. Можем как-то придумать сообщение, в котором нет ошибки? Мы придумываем уже готовую катограмму о них сообщения. Пожалуйста. Сообщение, в котором нет ошибки, это любое сообщение, лежащее в детре. Например, если вы возьмете любой из базисных векторов или любую их линейную комбинацию, это будет на номер. Собственно, еще раз, в чем мысль условно-глубокая? У нас с вами в пространстве В7 живем, как выяснили, 2 в 7-е слов всего. Мы эти 2 в 7-е слов нарезали на 16 шаров, в центре каждого из которых живет один из элементов вот отсюда. Соответственно, если я, за пример, возьму х3 равны 1, а остальные нулями, то я получу шар с центра вот здесь. И там будет жить вот это слово, умножив, на которое я получу 0, а еще 7 слов, которые получаются из этого, если ошибиться в одном бите. Соответственно, если вы возьмете слово, которое отличается от этого в одном бите, и умножите его на хэш, то вы получите номер бита, в котором была сделана ошибка. То, что граница Хемминга достигается, означает, что мы честно разрезали все пространство на такие шарики, и никаких болтающихся точек, не входящих ни в один шаров, чтобы не осталось. Это максимально плотный упакованный код. Кстати, такой код называется совершенно. Так, еще, 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 еще. Дорогие мои страдальцы, дальше будет веселее. Не переживайте, на практике у вас это тоже будет. Мне прямо жалко, потому что здесь есть некоторое количество очень страдающих пицц, а это вообще довольно весело. То есть, явно что-то, что-то смущает. Пробуйте стремлировать, что вы, может быть, я смогу ответить. Так что, она стала вас смущать меньше. Я вот лично не понимаю, как мы получили вообще размер 3. То есть, ну, как бы, я понимаю, что 3,7. Короче, я не понимаю, почему 0,1,1. Что почему 0,1? Я пытаюсь... Почему, если умножить вот эту матрицу на тот вектор и получится вот так? Да. Так. Я сижу, я... Только выходите. Так, уложайте. Тут долго. Ну, Я на этом заняться стану, а вы будете приносить пользу, в первую очередь, себе. Давайте, давайте. Значит, коррекция. Да. Сейчас я попрошу человека, который запутался, немножко рассудиться, но пока вы будете рассудиваться, я скажу еще пару слов. Не бойтесь, те, кто... Так, насколько много места вам потребуется? Знаете, мне нужно, чтобы вы записали в этот момент 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 и при этом, чтобы те, кто будет смотреть, что вы видели. Отморяется, что вы стоите близко. японцы. Пустили 0, 1, 1. Ну, хряпочку возьмите, на меня будет уже пока. Так, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Замечательно. Это наша кэш-марклеса. И мы будем умножать ее вот на этот вектор-столбец. Это правило умножения матрица. Я думаю, что да. Это правило умножения матрица. Значит, просто можно сказать, умножить и рядом идет вот столбец. Ну, или смотреть под него, записанного как на строку. Но здесь, смотрите, я, в общем, периодически встречалась с тем, что если столбец написан как строка, даже если там показано транспонирование, то люди сбиваются. Такое бывает. Замечательно. Умножайте, пожалуйста. Первую строчку на первый столбец. Ну, окей, ладно. Будете писать потом. Пока Ирина пишет. Сейчас, когда мы разберемся с этой частью, мы с вами обсудим, как двоичный ход Хеминга позволяет определить наличие двух ошибок. Но здесь проблема. Проблема заключается в том, что... Во-первых... Первая проблема заключается в том, что одну ошибку можно определить и исправить, а вот две ошибки определить можно, что и другие, а исправить нельзя. Вторая проблема заключается в том, что для того, чтобы детектировать наличие двух ошибок, мне придется отказаться от совершенства кода. Мне придется помимо кодограммы передавать еще один бит, так называемый бит черности. Ну вот, да, больше я пока говорить не буду, потому что сейчас мы будем заниматься немножко арифметикой. Мы складываем по моду 2. Мы все время живем в Z2. Помните, я в какой-то момент написала, что мы на вот этом пространстве вводим структуру векторного пространства на Z2. Да, у нас компоненты векторов складываются по моду 2, и умножаем мы тоже по моду 2. Стало лучше. Отлично. Это я объясняла, почему вот этот столбец соответствует третьему битру. Да, потому что мы специально хэш-матрику так строили, что у нас первый столбец по единичкам, двоичная система, вторая — троечка, третья — троечка и так далее. Собственно, номер столбца — это и есть номер гита, который надо строить. Мы специально это строили там. Отлично. Тогда присаживайтесь. Значит, и давайте все-таки выясним, как там насчет возможности исправить бежу. Прости, определить бежу. Прежде всего, давайте вспоминать снова. Значит, вот у меня все самые шары, о которых я говорила. Это центры, это сами катаграммы. Здесь живут слова, в которых я ошиблась на 1, правда? Теперь представьте себе, что я могла ошибиться на 0, 1 и 2. Если я ошиблась на 0, то я осталась в центре, все хорошо. Если я ошиблась на 1, то я осталась в том же шаре. А если я ошиблась в двух битах, то я, конечно, перепрыгнула в другой шар. Но при этом я и не попала в другой центр, да? То есть я осталась где-то в слове, которое при умножении на мою хэш-матрицу выдаст ненулевое произведение, ненулевой синдром. Ну, а теперь, собственно, как работает код Хеминга, модифицированный код определения двух ошибок. Работает он так. Значит, код Х с чертой – это, собственно, катаграмма, которую я получила. Но кроме этой катаграммы, да, вот, Ирина, вы отправляете мне катаграмму, а кроме этого вы мне отправляете еще один бит. Бит четкости. Бит четкости катаграммы. Поняли, что такое бит четкости. Вы берете Х с чертой и считаете, сколько там единичек. Если их четное количество, отправляете мне ноль. Если их нечетное количество, отправляете мне единицу. Замечательно. Теперь нам с вами нужно понять, а что же я получила. Я получила сообщение без ошибок. Я получила сообщение с одной ошибкой. Или я получила сообщение с двумя ошибками. Что я делала? Я как получатель. У того, что я получила, я тоже считаю бит четкости. Если вот это произведение, произведение хэш-матрицы на то, что я получила, оказывается нулем. Это значит, что при передаче ошибок в катаграмме не случилось, правда? Могла быть ошибка в бите четкости, но мне это, в общем, не интересно. Если х умножить на х, оказалось не равно нулю, это значит, что ошибка была одна или две. Если одна, то я осталась в том же шаре. Если две, то я ускакала в какой-то из соседних шаров. А теперь, коллеги, внимание. Если синдром оказался не нулевым, и бит четкости, которые я посчитала, не совпадает с тем, которые мне передали, это что означает? Это означает одна ошибка, и мы знаем, где ее можно исправить вот тем самым способом. А вот если это произведение не нулевое, а бит четкости совпал, это значит, что ошибок две. И тогда я могу только констатировать, что ошибки две, а где я понятия не имею. Исправить их я уже не могу. А если больше двух ошибок? Если больше двух ошибок, то это какое-то другое условие для надежности канала. Да, мы сейчас работаем с кодом Хэмминга, который в изначальном варианте заточен под исправлением одной ошибки, в модифицированном варианте позволяет исправить одну ошибку или выявить наречивание. Ну, раз вы настаиваете упражнение для желающих, а посмотрите, пожалуйста, попробуйте, пожалуйста, прикинуть, можно ли построить что-то вроде кода Хэмминга, только заточенное под шаги диаметром 2. Посмотрите, пожалуйста, какие там появятся ограничения на параметр n, ну и можно ли их как-нибудь осеньить. Это довольно любопытное упражнение, кстати. Это... Многолитковый муж. Вот так вот. Так... Мы же в 13.10, да, наканчиваем? Угу. Отлично. Тогда у меня есть еще немного времени, и я успею сказать хотя бы пару слов про троичного Хэмминга. Как вы понимаете, я же не просто так вместо Хэмминга периодически говорила двоичный Хэмминг, двоичный Хэмминг. Это было уже неспроста. Страшно? Да. Давайте посмотрим, что будет. Если я попробую модифицировать вот этот вот код Хэмминга с исправлением одной ошибки, то будет 3. Итак, вместо b у меня теперь будет t. 0, 1 и 2. Ну, давайте я буду пользоваться словечком 3d. Оно не то, что очень распространенное, но в природе встречается. Бит у нас принимает 2 возможных значения, ну, а 3, соответственно, 3 возможных. И мы с вами рассматриваем слова длины n. Слова длины n. Ну, мне очень неловко, но я этот вопрос все-таки задам. Сколько у нас будет слов длины n в алфавите страфсимул? 3d. 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 Молодцы. А теперь давайте смотреть, сколько элементов у меня будет в шаре радиуса 1 с центром в какой-нибудь точке 1. Ну, во-первых, понятно будет сам центр. 2d. 3d. А где я могу ошибаться? 2d. 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 2d, конечно. У меня снова n битов, но теперь в каждом из них я могу ошибиться двумя способами. Соответственно, если я хочу, чтобы граница Хейминга достигалась, мне нужно иметь возможность разбить мое пространство все на вот такие вот шары, шары вот такого вот объема. Ну, естественно, это означает, что единица плюс 2n это тоже должна быть степень тройки. Иначе не поделится, да? Хорошо быть степенью простого шва. Из этого, в свою очередь, следует, что 3 в степени n минус 1 пополам. Это значит те варианты n, будьте здоровы, те варианты n, которые нас устроят. Это те варианты n, которые нас устроят. Замечательно. Замечательно. Хэш-матрица будет построена похожим образом, но вот тут есть важный нюанс, ради которого отчасти я сейчас этот разговор затеваю. А дело следующее. У нас с вами хэш-матрица. Это по-прежнему матрица с a строчками и n столкзами. n-это у нас по-прежнему длина каждограммы. А n-это значит количество контрольных видов. Количество контрольных видов. Давайте подберем какой-нибудь в меру отвратительный пример. Ну давайте я возьму, скажем, n равное 2. При n равном 2, n у меня окажется равным 4. Соответственно, хэш-матрица. Две строки и листолка. При этом, если пользоваться тем рассуждением, которое было у нас с вами в прошлый раз, да, там мы с вами выписывали все число, единички, то получится вот такая вот конструкция. И эта конструкция прям плохая. Она, очевидно, плохая, потому что, во-первых, здесь слишком много столбцов. А во-вторых, к сожалению, порядок на них не тот, который надо. И здесь есть важный нюанс. Если вы посмотрите классические варианты троечного хэмера, там предлагается просто убирать пропорциональные столбцы. Оставшийся набор должен быть попарно-линейно независимым. Ну, скажем, я еще один так теряла. Скажем, вот так. Вот тогда их останется столько, сколько нужно. Да? Изначально их было безмаловного больше. Порядок на этих столбцах можно дать более-менее какой угодно. И тогда будет вот то, о чем мы с вами говорили. После того, как мы умножим хэш-матрицу на переданную штуку, мы получим какой-то столбец. И дальше нам придется, просматривая матрицу, выбирать нужный столбец и потом, соответственно, исправлять нужный прибыль. Можно сделать это проще. Но для того, чтобы сделать это проще, нужно, извините, применить интеллект. Сейчас применим. Давайте мы вместо алфавита 0,1,2 возьмем алфавит 0,1 минус. Так называемую симметричную троичную запись. А теперь смотрите. В симметричной троичной записи единичка выглядит вот так, правда? двойка выглядит вот так. Да? Ну и плюс 1, 3 минус 1 это 2. Тройка выглядит вот так. Ну и четверка выглядит вот так. И вот здесь, благодаря симметричной троичной записи, мы получаем возможность сделать ровно то же самое, что делали с двоичным х. Теперь у меня результат умножения матрицы на катограмму будет нулём, если катограмма передана без ошибок. А если ошибка была, то результат будет либо столбцом, либо столбцом умноженным на минус единичку. Да, мы помним, ошибаться можно двумя способами. И тогда, соответственно, мы будем знать, что исправлять такой бит и как исправлять. Исправлять на единичку или на двойку. Давайте посмотрим. Давайте я возьму какое-нибудь такое сообщение. Вот такое. Два нуля для единички. Посчитайте, пожалуйста, чему будет равно произведение моей хэш-матрицы вот на такую катограмму. Ой. Минус один один, да? Такого столбца в моей матрице нет. Но это Минус один умноженное на столбец, который есть. Столбец номер два. Ну, собственно, это означает, что мы ошиблись во втором бите и ошиблись с коэффициентом минус единички. А про есть два? Ваши единички. Ну и так, три. Спасибо. Спасибо, спасибо. Поэтому прежде чем я начну отвечать на вопросы, ваше домашнее задание. Попробуйте, пожалуйста, написать хэш-матрицу не в симметричной системе записи, а вот в стандартной, асимметричной, и посмотреть, какие там получатся произведения. То есть я еще раз повторю, у несимметричной записи основная проблема в том, что для того, чтобы выбрать нужный столбец, вам придется прямо вот классно просмотреть свою матрицу, ну или там написать, в Фрутфорсер, перебрать столбец в свой матриц и найти какому из них полученный синдром пропорционален. Здесь номер этого столбца, вот он, просто записан в симметричной системе. А если брать несимметричную и краичную, то да, придется перебирать. Так, тут было много вопросов. Здесь, здесь, там давайте по очереди. Ну давайте классно. Вот, соответственно, чтобы исправить, нам нужно просто второй бит записать как минус 1, 1 или что? Значит, вам нужно второй 3 исправить на 2, ну или на минус 1, что-то то же самое. Вы можете не исправлять. Это есть и синдром не любой. Исправлять, прибавить по модулю 3 единичку, или исправлять, прибавить по модулю 3 двоечку. Прибавить двоечку и вычесть единичку, это одно и то же. Соответственно, вот здесь, вот это означает, что исправить нужно второй 3, а вот это означает, что его нужно вычитать в двоечку. То есть получится 0, минус 2 или 1? Ну, минус 2 это 1. 0,1, да, получится. Да, значит, после того, как вы исправите, то получится 1. То получится вот так. Можете, кстати, проверить, что этот вектор действительно лежит в ядре вот этой матрицы. То есть, если все правильно, если мне не ошиблись, то вектор, который получился после исправления, должен лежать в ядре вот этого оператора, то есть при уложении давать число нулевой статус. Так, у вас, по-моему, вопрос какой-то? Да, да. Как мы первый раз составили матрицу H? Первый раз мы поставили матрицу следующим образом. Мы с вами выкосали 3 вельта и минус единичку чисел. Им было 8. А дальше мы убрали из них попарно линейно зависимый вектор. Да? Вот здесь вот это вот простое рассуждение, что выписываем от единички до n, оно не проходит. Потому что у нас с вами вот эта вот половинка разделяет несимметричные, хотя равные по количеству элементов. Соответственно, мы выписали числа от единички до 3 вельта и минус 1. 0, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 2. Я бы стала хоккоррик и писать. Я стала выписывать в неправильный порядок, но сейчас нам придется не помогать. Значит, 0, 1, 0, 2. 1, 0, 1, 1, 1, 2. 2, 0. 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так. Среди этих столбцов есть попарно линейно зависимые, пропорциональные. И из каждой такой пары нужно оставить 1. Ну, например, вот 1, 0 и 2, 0, они пропорциональны. Я могу выкинуть из них любое. Ну, я выкинула тот, который с координатами побольше. То же самое с 1, 0. 1, 1, ну и 1, 2, 2, 1. Я оставила, например, 1, 2. Как вы составляете эти столбцы более-менее неважно, потому что сослаться на то, что номер столбца будет совпадать с записью числа в троечной системе числений, я все равно не смогу. Если использовать стандартный троечный алтарин. А вот если использовать симметричный, тогда получится. Ну да, ну просто в изначальной матрице 1, 1 стояло на первом месте. Это неважно. Вы же понимаете, что порядок столбцов важен только тогда, когда номер столбца нам что-то говорит. Ну да, ну это просто... А если мне все равно придется просматривать матрицу, выбирая ее на столбец, мне не плевать, как в порядке это стояло. Я еще раз повторю, для бинарного тэминга мы же расставляли столбцы именно лексикографические, не потому что это красиво, хотя это, конечно, красиво, а потому что это позволяет не перебирать столбцы матрицы из ща нужной, а сразу сказать, вот будет столбец, это же число. Это число совпадает с номером столбца. Все. То есть я заменяю переборную задачу, значит перевода из двоистой системы числений в десятичную, ну или можно и номера двоистой хранить, почему нет? Дело-то в этом. Да. А л мы выбирали минимальное подходящее? Л мы выбирали какое-то подходящее. Смотрите, я могла взять л равное единицу, но л тоже стала бы единичкой. Ну, слушай, да? Если бы я взяла л, ну, равное число, равное, например, четверке, да, соответственно, л, казалось бы, равно сорока многовато. Ну, то есть я выбрала что-то достаточно маленькое, чтобы сделать это быстро, уложившись там в оставшиеся пять минут, но при этом все-таки не совсем вырастенное. Да, опять-таки, так же как в бинарном случае, конструировать такие штуки очень легко. У вас есть формула для n. Вы выбираете какое-нибудь предстоятельное, ну, натуральное, да? Ноль выбирать неинтересно. Выбираете натуральное n, и по нему получается n. Да, так же, если вы перейдете на равное тройку, тогда получится это равное 13. А надо ли когда-нибудь большие значения выбирать? Это сильно зависит от того, что вы планируете передавать, да? Ведь мы с вами задача-то в чем? Задача в том, чтобы передавать сообщения, в которых содержится, ну, в данном случае, не более чем одна ошибка. Ваш набор данных может быть большим. Да, другое дело, что если вы передаете длинные штуки, ну, достаточно длинные, да, то сразу увлекает вопрос, там, как их хранить. Да? Ну, вот ваши коллеги со второго курса сейчас обсуждают со мной булевые функции криптографии. Там есть такая прекрасная вещь, называется шифроверноман. Одноразовый блокнот, прекрасная вещь, абсолютно предстоустойчивая только вот проблема. Во-первых, это симметричное шифрование, а во-вторых, там длина ключа совпадает с длинной сообщением. А ты не лопнешь, деточка? Соответственно, приходится выкручиваться, как обсудим через это. Так, коллеги, еще какие-то вопросы есть? Это же что-то про принцип голосования. Точно, спасибо. Забыла про принцип голосования. Значит, коллеги, я вас задерживаю, но мне очень стремно, но еще оправдываю, я вас все-таки слежу. Принцип голосования – это довольно простая штука. Ну, если оставить в стороне всяческие навороты, то принцип голосования так, таков. У нас есть два варианта голосования. Кто за один, кто за второй. За какой больше, кто ты выбираешь. Так называемое простое в большинстве. А как это может быть реализовано? Это может быть реализовано, когда мы находимся в сомнах. Если у нас с вами многочлен А от X имеет степень 0, а количество точек, в котором мы считаем значение, нечетное. Ну, если мы рассматриваем ZP, и вот P больше двойной, где-то подойдет, на самом деле подойдет любое нечетное количество точек. Почему? Потому что, если у меня нечетное количество точек, то оценка для количества ошибок вот такая, правда? Соответственно, если ошибки не было, вот мои точки там, XI1, XI2 и так далее, означение в них во всех одинаковое, потому что многочлены в любой степени. Соответственно, если я ошиблась не больше, чем целая часть пополам, это значит, что каких точек больше, те и совпадают со значением моего многочленника. Да? Ну вот у меня было, скажем, 11 точек. Если не ошибаться, то во всех 11 точках будет одно и то же значение, так? Ошибиться я могу не больше, чем в 5. Соответственно, вы получили 6 значений одинаковых, а 5 отличающихся. Но поскольку ошибок, оценка на количество ошибок подходящая, то кого больше, кто 5 есть. Это принцип голосования в терминах ревисовок. Заванным образом, тот же самый принцип можно реализовать в терминах водохамминга. Сейчас я покажу один из примеров. А в качестве упражнения вы подумайте, а для каких еще параметров водохамминга тоже реализуют принцип голосования. Смотрите. Давайте возьмем простой маленький вариант. Когда у нас с вами В3? Мы его в прошлый раз рассматривали очень подробно. Помните, у нас там было два шара. Один шар с центром в точке 0,0 и другой шар в точке 1,1,1. Соответственно, хэш-матрица мы встроила вот так. Да? Ну что, катаграмма для метрии. Катаграммы, которые без ошибок, это либо 0,0,0, либо 1,1,1. Если я где-то в одном бите ошиблась, это значит, что у меня будет два бита с одним поведением и один с другим. Кого больше, тот управлю еще. Это тоже принцип голосования в простом варианте, в варианте выбора простой большинства. Упражнение. А можно ли еще для каких-нибудь значений и параметров получить хэмминга, может быть, не двоичного, который реализует принцип голосования. Ну, это тоже хороший уж. Вот такой. Спасибо, что напомнили. Я видите, в классе вопроса. Так, коллеги, на этом, наверное, мы с вами заканчиваем. Если у кого-то есть еще какие-то вопросы, сползайтесь. Если нет, всем большое спасибо. Встречаемся через среду, да? Не в следующую среду, а через среду. Не забудьте, пожалуйста.